Всем здравствуйте! Это мое первое видео, которое я снимаю в этом году. Посмотрите, какая погода у нас стоит за окном. Деревья все в инеем, у нас мороз больше 30 градусов. Вот мчится Дед Мороз на оленях. Ну, хотя он уже примчался, Новый год наступил. Ну, и давайте будем смотреть очередную распаковку алмазной вышивки. Что же я получила? Пойдемте смотреть. Так, ну и что, давайте будем смотреть распаковку моей посылочки. Значит, пришла посылка у меня вот в таком пакете. Сейчас мы с вами откроем и посмотрим, что пришло. Так, стразики, инструмент выпал и само полотно. Значит, сразу быстро пробежим по инструменту. Обычный стандартный инструмент. Значит, это лоточек белый большой, стилус с насадками на 4 стразика и на 10 стразиков. Клей для стилуса и хлипкий пинцетик. Так, это все, что касается инструмента для выкладки. Стразики в этой картине у нас квадратные. Смотрю, сразу большой пакет у нас черных страз. И сейчас мы их пересмотрим. Так, неужели здесь сколько у нас тут должно быть? 30 пакетиков. Неужели здесь 30 пакетиков? Как-то маловато на первый взгляд. Так, смотрим стразы. Смотрите, большой пакет черных страз. Количество тут 6 350. Это 50, аж у меня язык заплеса. И остальные цвета у нас такой серо-коричневой гамме. Сейчас я вас отключу, пересчитаю пакетики, разложу их и мы будем рассматривать. Пакетики я все пересчитала. Их ровно 30. И давайте посмотрим, какая же здесь цветовая гамма. Значит, большой пакет черных стразиков. Потом пошли серые, всевозможные оттеночки. Темные, светлые, вплоть до болотно, зеленого такого цвета, тоже темно, серо-болотный такой. Посветлее серые цвета. Коричневые оттеночки. Шоколад шоколадный мой любимый. Ну, на камере он не так выглядит. Видели вам показывать. Пошли такие немножко голубенькие, зеленоватенького оттеночка, серого, коричневый. Вот такие оттеночки еще есть. Бежевые, светло-коричневые, светло-сиреневые. Вот такие коричневые оттеночки. И совсем чуть-чуть у нас получается, ну, это будет, я вам покажу, что это будет в красных тонах. Значит, бордовые, малиновые, розовенькие. И такой прям вот, даже не знаю, как этот цвет назвать, но такой он, как коричнево-малиновый. Вот такие тона у нас будут в нашей картине. И сейчас я вам покажу, какая же это картина. Ставлю вам картиночку, смотрите. Так, посмотрели, какая картиночка. Теперь мы все это убираем и будем смотреть сам холст. Холст намотан на валик. Размером он у нас 40 на 30 сантиметров и 30 цветов. Все пакеты со стразами на месте. Вот такая картинка, еще раз покажу, на холсте. Это роза белая и красная, два сердечка красных на камнях. У меня по типу такой была распаковка на канале. Если кому интересно, можете посмотреть. Снимаем пленочку. Срезаем здесь. О, что тут все у меня заклеилось, заклеилось, приклеилось. Так, давайте я вас поставлю на паузу, чтобы не затягивать видео. Так, все открыла. Посмотрим холст. Смотрите, какой он ровненький. Смотрите. Так, вот валик, на который был намотан. Холст идеально ровный. Только мне почему-то кажется, как будто квартира... Ой, квартира. Что-то у меня из-за все не заплетается. Как будто картина квадратная. Давайте измерим размер самого изображения. Значит, здесь у нас должно быть 40. Я только изображение меряю. 39. Но с липким слоем будет 40. И здесь только изображение 29 и 3. Но с липким слоем будет 33. Так, все нормально. Это мы все можем доложить и вставить в рамочку стандартную 30 на 40. Значит, само полотно от Evershine. В последнее время я беру картины только у него. За редким исключением мне идет три картины от Хуакана. Я заказала по индивидуальному фото. Ну, что-то так они все долго идут. Я не могу дождаться уже больше месяца. Уже все картины, которые заказывала позже, уже пришли. А это никак заказ не берет. Значит, здесь у нас полотно разделено на две бумаги. На две части бумага, вернее. Разделена. Да, заболталась я уже. Значит, вот полоса. И вот такая большая вторая широкая полоса. Значит, сейчас мы откроем и посмотрим с вами пропечаточку. Так, смотрите, открыла я бумагу защитную. И смотрим, какая у нас картина. Ну, мне нравится. Красиво. До конца не стала открывать. Тут как раз вот сердечки лежат. Две розочки. Два сердечка. Здесь у меня уже начала бумага рваться в этом месте. Я даже не рискнула открыть. Посмотрите, здесь камушки. Все хорошо прорисовано. Так, чуть подальше могу показать вам. Вот. Вот такая получилась картина. Давайте глянем пропечатку. Так, ну, пропечатка у Вершайн очень хорошая. Смотрите, все понятно. Выкладывать будет легко, я так думаю. Заморочек никаких не случится. Да? Смотрите. Отлично. Все, все обозначения понятны и читаемы. Так, мы посмотрели картину. И теперь вы понимаете, почему такая цветовая гамма у нас в стразах. Потому что картина в черно-бело-красных тонах и серых. Сразу скажу, такие, такого рода картины выкладывать скучновато. Я выкладывала розу в этом вазе. Можете посмотреть, у меня есть обзоры на канале. Выкладывать скучновато. Но в итоге получается очень красиво. Мне кажется, такие картины подходят под любой интерьер. Потому что они такие неляпистые, не сильно. И мне кажется, можно повесить их в любом месте. Так, еще хочу сказать, что, друзья, есть случайные гости канала. Кто первый раз зашел. В нашем рукодельном, как говорится, клубе, есть такая девушка-блогер Татьяна Алмазная вышивка. Раньше она называлась Татьяна Алмазная королева. Но ее канал вскрыли. И она его удалила. У нее очень много хороших видео было на канале. Сейчас она открыла новый канал. Я оставлю ссылочку здесь внизу под видео на ее новый канал. Пожалуйста, проходите, подписывайтесь. Канал очень интересный. У нее много хороших работ. Работы все большого размера. Также она показывала видео, как она оформляет работы. Как она делает рамки для своих картин. Все она это подробно показывала и рассказывала. Надеюсь, все видео у нее сохранились. Она их обратно зальет на новый канал. И можно будет посмотреть. Так что заходите и подписывайтесь на Танюшин канал. Ну, а я с вами буду прощаться. Кто не подписался на мой канал, пожалуйста, подпишитесь, если вам понравился мой канал. Нажмите на колокольчик обязательно, чтобы не пропустить мои следующие видео. Ставьте пальчики вверх. Кому не понравилось, пальчики вниз. Напишите обязательно комментарий. А я всем говорю. Пока-пока. И будьте все здоровы. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok